Мелина Завойчинская. Струны волшебства. Книга вторая. Цветная музыка ситхи. Глава первая. Не могу сказать, что я легко приняла шокировавшие меня новости о маме, Альенде Шохарт, кем она была какой, и о её невероятных способностях, о которых я, как выяснилось, не знала и сотой доли. Всё было совершенно не так, как я думала всю жизнь. С тем, что она ситхия, да и я тоже, раз уж мой папа обычный смертный человек, я успела примириться, пусть и не осознать до конца. Всё же характеристика обычный смертный человек — это не то, что мне привычно. Сама ведь прожила семнадцать лет, считая себя человеком. Но поскольку в Дагре, закрытом от всего мира королевстве, все жители были людьми, кроме немногочисленных гномов, то мне и в голову не приходило сравнивать себя, своих родителей и окружающих с народами, которые живут долго, а то и вовсе бессмертны. И вдруг выяснилось, что срок моей жизни — вечность. Конечно, при условии, если меня не убьют, или если я, по примеру мамы, не свяжу свою судьбу со смертным. Последнее вызывало массу вопросов. Не про моё дальнейшее существование — это отдельная история, которую мне ещё только предстоит написать. А про маму. Вечно живущая ситхи, сильнейшая, талантливая магичка, можно сказать, волшебница, коли уж этому народу подвластны все пять стихий, а их музыка и поэзия практически перекраивают мироздание. И вдруг оказалась запертая в стране, где любая магия под запретом. Где маги — это жертвы, обречённые на смерть от рук сестёр неумолимой. Где родиться одарённым или быть ребёнком одарённого — это приговор. Где вся власть в руках жриц богини смерти. Где все иные расы, кроме гномов, с их способностями к созданию механических поделок, — это нежелательные персоны, въезд для которых запрещён. Королевство, закрытое от всего мира магическим куполом, стало её новым домом. И это после многих-многих столетий свободы. Я ведь так и не знаю, сколько же лет на самом деле было Альенди Шохарт, моей матери. Путём нехитрых вычислений на основании той информации, что она указала в письме, становится ясно, что намного больше тысячи. Раз уж народ ситхи покинул этот мир более шестисот лет назад, после чего она оставила в отделении гномьего банка послание для потомков, и оно дожидалось меня там ещё четыреста лет. Но в каком возрасте она была, когда решила не уходить в другой мир вместе со своей семьёй, друзьями и другими ситхи? Явно ведь Альенда была на тот момент взрослой самостоятельной женщиной, получившей магическое образование, не побоявшейся рискнуть и очутиться в полном одиночестве. Будь она ребёнком или молоденькой девушкой, ей бы этого не позволили. Так что же такого должно было произойти, что она оказалась в Дагре, что стала женой графа Дас-Рези, связала с ним судьбу и жизнь магическим обрядом, зная, что когда он умрёт, она последует за ним во владение неумолимой. Так сильно любила? Настолько, что обрекла себя на смерть? Ведь каким бы чудесным человеком ни был мой папа, он был смертен, как все люди. Не понимаю. Я этого просто не понимаю. Мои родители были очень счастливой парой, и я любила их обоих. Но гибель папы от рук моего единокровного брата Гаспара перечеркнула и без того недолгий жизненный путь. Отец умер от яда. Мама должна была последовать за ним примерно через неделю, но и этого времени у неё не оказалось. Пасынок убил и её. Гаспар наказан. Лорд Каллахан и Дарио покарали убийцу. Это хорошо. Моё сердце успокоилось. Ненависть к единокровному брату больше не разъедает душу. Но вопросы о маме, её истинной личности, логике её поступков, причинах, приведших её в дагру и, наконец, о том, почему она всю мою жизнь скрывала от меня правду, так и оставались без ответов. Так же, как и о том, а что мне дальше делать, как жить, у кого и где учиться. Дарио меня бросил, ушёл, не сумев побороть обиды за мой обман. И пусть у меня, благодаря лорду Каллахану, нет проблем с жильём и деньгами, но... После столь ошеломляющих новостей о жизни и истинной личности моей матери, а также открытии о себе и своих потенциальных возможностях, требовалось время, чтобы прийти в себя. А потому я решила повременить с выездами в Тиару, разведыванием обстановки, изучением города, поисками магического учебного заведения и сосредоточиться на том, что уже имею. С мамиными книгами в библиотеке мне не совладать, насколько я поняла. Мне просто не хватало для них базовых знаний, а потому чуть позднее буду искать в городе книжные лавки и библиотеку. Уверена, она есть, ведь Тиара — столица драконьего государства. Пока же нужно вызубрить наизусть письмо и инструкции, оставленные мамой. Причём вызубрить в прямом смысле этого слова, так, чтобы я смогла воспроизвести каждую букву. Благо, на память мне жаловаться не приходится. Потом уничтожу записи, как велено. Кроме того, я теперь домовладелица, а значит, необходимо не просто числиться хозяйкой, но и разобраться досконально с тем, чем владею. Приняв эти осмысленные решения, я приступила к их воплощению. Утром следующего же дня позвала госпожу Виену и попросила ввести меня в курс дела, показать книги учёта финансов, сообщить всё необходимое. Сколько средств ежемесячно требуется на оплату прислуги, содержание дома, сада, лошадей, подсобных помещений. Сколько уходит на уплату налогов, закупку продуктов и прочее. Кроме того, мне нужно ещё раз осмотреть дом и прилегающую территорию, все строения, находящиеся на моей земле, разобраться с охраной и, возможно, купить дворового пса или нанять сторожа. Я не склонна к доверию и наивности с некоторых пор. Слишком многое видела во время странствий. Я рада, леди Ремина, что вы решили так ответственно подойти к делу. Ничуть не расстроили мои требования экономку. Похоже, её не беспокоило, что кто-то влезет в её отчину. С чего предпочитаете начать? С инвентаризации имущества в доме или с осмотра территорий? Или же сначала книги? У меня много времени, так что давайте всё будем делать постепенно, день за днём, пока я не вникну в подробности и детали. Пожалуй... Я покосилась на сейф, который спрятала мамина послание о четырёхсотлетней давности, полученное в гномьем банке. — Давайте начнём с дома. Сегодня моросит. Останемся под крышей. — Я сейчас принесу книгу со списками всего находящегося в здании, леди. Чуть улыбнулась женщина и вышла из кабинета. Да, именно в этом небольшом помещении я отчего-то чувствовала себя увереннее всего и предпочитала проводить большую часть времени. Заглянув в ящик письменного стола, я вынула лист бумаги и тут с досадой осознала, что забыла приобрести письчие принадлежности. Придётся озадачить этим Жужу, мою кухарку. Она всё равно поедет на рынок за свежими продуктами, вот и купит мне разные мелочи, необходимые для письма. Целую неделю мы с госпожой Виеной обходили просторный двухэтажный дом. Начали с подвалов. Перебрались на первый этаж, потом на второй. Закончили чердаком. Сверяли каждое наименование с перечнем в толстых книгах учёта. Не осталось неучтённой ни одна безделушка или статуэтка, ваза или скатерть, простыня или подушка. Экономка оказалась на редкость дотошной особой. В её списках значились также предметы мебельных гарнитуров, текстиль и коврики, кухонная утварь, сковородки и кастрюли, венчики, вилки, ложки и тарелки, подносы и кувшины. В тех случаях, когда какая-то из вещей приходила в негодность и её выбрасывали, то запись в книге была перечёркнута, а на полях аккуратно указана причина повреждения и что с этой вещью сделали. Сожгли, выбросили, отдали нищим. Если же перетягивали или реставрировали, то опять же значилась приписка, что, мол, сменили ткань обивки с бордового бархата на синюю тофту. Даже стеновые панели из дорогих сортов дерева, шёлковая обивка стен и светильники были учтены. Меня повеселило одно пояснение, напротив перечёркнутого пункта, кастрюля большая медная. Я с трудом удержала смешок. Но это было действительно забавно. Жужа увлеклась чтением новых кулинарных рецептов и сожгла жаркое. Кастрюлю отмыть и восстановить не удалось. Пожалуй, стоит подарить моей славной кухарке ещё сборники рецептов. Наверняка их можно купить в городе. На чердаке, где я ожидала увидеть завалы сломанных и непригодных к использованию вещей или всякий хлам, как это часто бывает в замках, оказалось на удивление чисто и сухо. Никакой пыли, паутины или мусора. Даже окошко было прозрачное, а все светильники исправно работали. Да, в некотором роде складское помещение, но идеально прибранное и с точно такой же отдельной описи. Картины в потрескавшихся от времени старинных позолоченных рамах. Я распорядилась рамы отреставрировать или заменить, если восстановить не удастся, а потом полотна вернуть в те помещения, где они когда-то висели. Названия этих комнат тоже были указаны, уж не знаю для чего, мол, картина из библиотеки, стена у окна, или пейзаж из столовой справа от двери. Обнаружила три ящика с обложенной ветошью алхимической посудой, непонятными змеевиками и совсем уж странными предметами. Это переехало сюда из лаборатории, по словам экономки. Какие-то стулья и пуфики, вероятно оставшиеся от прежних гарнитуров и не подходящие к нынешним, дала разрешение, если пожелают, забрать что-то в комнаты, в которых проживают госпожа Виены с мужем и Марша с Линдой. Несколько старинных напольных зеркал, которых годы или столетия тоже не пощадили. Что с ними делать я не решила, так что и тратиться на восстановление не стало. Сундуки с дорогими тканями для обивки стен, чехлами для мебели и гардинами. Вестик стиль целый, не слевший, не погрызенный молью, так как поверх стопок ткани лежали специальные амулеты, предотвращающие обветшание. Запасные светильники, канделябры и все такое прочее. Для себя присмотрела большое кресло-качалку. Оно требовало некоторой починки, а после этого я распорядилась выставить его на веранде, положив на него плед и подушечки. Обрадовалась пищему набору. Даже гадать не берусь, сколько же лет чернильницы, пресс-папье, ножу для бумаг, наконечником для перьев и еще нескольким предметом. Старинное черненое серебро с тусклыми желтыми камнями, которые я пока не опознала. Приказала очистить, отполировать, если необходимо отвезти ювелиру для реставрации и поставить в кабинете. Запас чернил, перьев и бумаги Жужа уже купила по моей просьбе. Закончив с домом, мы также методично обошли с госпожой Виеной все хозяйственные пристройки и вспомогательные помещения. Осмотрели сад и огородик в укромном уголке, там Жужа растила зелень, прогулялись вдоль забора. Именно тогда я спросила, не нужно ли купить собаку или нанять ночного сторожа? — Зачем собаку? — не поняла экономка. — Или вы хотите маленькую декоративную? — Для охраны территории, а то страшно, вдруг кто-то попытается влезть и ограбить нас. — Ох, ну что вы, леди! — дошло до нее. — Здесь такая мощная магическая охранка, что незадачливый грабитель превратится в пепел, если только сунется. Тут их даже две, охранки я имею в виду. Одна осталась еще от вашей матушки. Леди была невероятно сильным магом и артефактором к тому же. На ограде и на всех окнах и дверях дома до сих пор стоят сделанные ею артефакты. А потом еще и лорд Каллахан что-то добавлял к общей системе. — У меня дара нет, леди, я вам объяснить не смогу, но попасть в дом и на прилегающую территорию можно лишь в согласии и по приглашению хозяев, слуг или лорда Каллахана. Он же приобретал когда-то все это для вашей матушки. — А как же я и дарю? — Так ведь лорд вас обоих и привез, высадил прямо на лужайке перед крыльцом. Вот охранки вас и пропустили. А если мы приглашаем рабочих, чтобы починить то, с чем сами не справляемся, то даем лишь разовый допуск с четким указанием. Только ли за ограду на участок или еще и в дом. Как только гость выходит за ворота, допуск пропадает. В следующий раз его нужно давать заново. — Хм, а если потребуется нанять кого-то с проживанием в доме? — То же самое, леди. Владелец дает разрешение на проход и временное пребывание. Охранка считывает ауру, как и в прошлых случаях, а для постоянного проживания потребуется еще капелька крови нового обитателя. — Я вам все покажу, леди. — То есть, если вдруг Дарио приедет в гости, то без нашего разрешения он пройти не сможет? Так? — Верно. Если только лорд Каллахан сам не дал ему это разрешение. Но я не видела, чтобы ваш раб вносил свою кровь в охранный амулет в присутствии вас или лорда. Так что для охраны сторож совершенно не нужен, так же, как и дворовая собака. Если только вы захотите завести питомца, леди Рамина. Постойте-ка. Вдруг дошло до меня. Но ведь никто не внес в охранное заклинание мою кровь. То есть я-то сама вроде как и не постоянно жилец. Вы что же, каждый раз заново мне даете допуск, когда я выхожу за территорию, проходя сквозь ворота? — Как же это не внес? — удивилась она. — Лорд Каллахан сам лично активировал вам полный допуск как владелицы дома и земли. Когда вы без чувств лежали после того, как вернули девичий облик, помните? — У вас же тогда кровь шла носом, да сильно так. Вот он и взял немного. А я вам на переносицу накладывала лед, чтобы кровотечение быстрее остановить, потому и знаю об этом. — О! — стушевалась я от того, что госпожа Виена видела меня в столь неприглядном виде, и от того, что меня опять не посчитали нужным ввести в курс дела. — Спасибо, я не знала, а лорд Каллахан мне не сообщил об охранках и допуске. — Дракон! — небрежно махнула рукой женщина. — Этим все сказано. Обращайтесь по всем вопросам к нам, леди. Мы-то люди с понятиями, все расскажем и покажем. Информацию я приняла к сведению и успокоилась. — Я очень довольна вашей работой, госпожа Виена. — похвалила я ее после того, как мы окончили длительную инвентаризацию. Во вверенном вам хозяйстве идеальный порядок. И девочки ваши умнички. Везде очень чисто, совершенно не к чему придраться. Ну а сады, состояние здания и пристроек выше всяких похвал. Господин Жаник отлично за всем следит. — Я и мои дочери выросли в этом доме, леди. — польщенно улыбнулась женщина. — Мы знаем тут каждую вещичку, каждую трещинку и щербинку. Да и Жаник уж сколько лет, как с нами тут живет и работает. Я ж за него вышла совсем молоденькой. Вот вдвоем совсем исправлялись, пока девчонки не подросли. — Я буду рада, госпожа Виена, если вы дальше пожелаете остаться и работать уже на меня, а не на лорда Калахана. Но если вас вдруг что-то не устроит, известите меня. Я пойму ваше желание перебраться обратно под его крыло. Все же его, вы знаете, намного дольше. — Нас все устраивает, леди, — немедленно ответила она. — Мы бы хотели и дальше оставаться тут и служить уже вам. Девочки, конечно, скоро замуж повыскакивают, тут уж ничего не поделаешь. Но до того времени еще дожить нужно. — Мне, вероятно, придется вскоре нанять камеристку, — задумчиво протянул я. — У Марши с Линдой так хватает работы. Дом большой, успевать нужно много. А надо ведь, чтобы и за моим гардеробом кто-то следил и помогал мне постоянно, и всякие мелкие поручения выполнял. Если вдруг захотите порекомендовать какую-то приличную девушку, которой можно доверять, я с удовольствием выслушаю вас. Экономка сразу никого посоветовать не смогла, но обещала подумать. Она тоже понимала, что у двух служанок банально не хватит времени и сил на то, чтобы и довольно большой особняк содержать в чистоте, да еще быть на побегушках у леди. Время летело незаметно. Весь световой день мы занимались делами с госпожой Виеной, сначала делая вдвоем инвентаризацию, а потом я изучала с ее подсказками книги учета. А когда начинала смеркаться, уходила в кабинет и методично зубрила мамины наставления. Сознательно не торопилась, хотела быть уверенной, что когда запишу для проверки себе каждое из указаний, то не ошибусь ни в едином слове, закорючке, знаке припинания и ударении, проставленном в некоторых местах. К тому же на одном из листов было что-то написанное рунами. Вот с этим была проблема. Рунного алфавита я не знала, расшифровать текст не могла, поэтому заучивала просто визуально, чтобы потом попытаться сделать запись своей рукой или перевести, когда найду учебник или словарь рун. Мне привезли из Тьяры все заказанное ранее. Мой гардероб вновь соответствовал тому, что должна иметь леди. Три костюма для верховой езды, пошитые по моим эскизам, вызвали бурю восторгов у Марша и Линды. Девушки и так и сяк их вертели и ахали, что сами бы никогда не додумались, что можно вот так все сделать. Вроде как платье, а на самом-то деле брючный комплект. Оказалось, крестьянки таки надевают штаны, отправляясь в дорогу, но под самую обычную широкую юбку. А в брюках дозволено ходить лишь наемницам, да и то не приветствуется, чтобы они вертели задом перед приличными господами. Лучше прятать непотребство под длинным плащом. Незаметно пролетели две недели, и я снова собралась выехать в Тьяру. Узнала услуг, где находится большая городская библиотека, книжные лавки и академия магии. С хозяйственной частью покончено, можно приступать к следующим пунктам дел, с которыми мне необходимо разобраться. Я уже переоделась в один из костюмов для верховой езды и велела седлать тайфуна. Но тут в гостиную, где я сидела, вошла марша. — Леди, к вам там рысь, просит встречи. — Что, прости? — опешила я. — Какая еще рысь? — Ну, из оборотней. Прибежала прямо на четырех лапах и у калитки перекинулась. Наемница, похоже. Одежда на ней такая потрепанная и плащ пыльный. — Ах, это! — вспомнила я свой разговор с господином Расом семнадцать дней назад. — Дай ей разовый доступ и пригласи сюда. Придется повременить с отъездом. Нужно ведь узнать, что это за тень такая, да еще с изломанной судьбой. Я ждала, стоя у окна, чтобы сразу увидеть вошедшую оборотницу. Оказалась она плотно закутанной в длинный черный плащ с обтрепанным низом и дырочками от искр в некоторых местах. Капюшон надвинут на лицо так, что не видно даже подбородка. — Леди Рамина? — Графиня да срези? — глуховатым низким голосом спросила гости. — Меня отправил к вам Рас, — сказал сиятельный, — изволит со мной побеседовать. Жестом велев ей пройти и расположиться в кресле, я сама села напротив на диване. Заговаривать не торопилась, прислушивалась к ее эмоциям, которые буквально сочились наружу. Глухая тоска, безысходность, усталость, опустошенность, отчаяние, ожидание оскорблений и готовность в любой момент вскочить и уйти. И ни малейшего проблеска надежды. — Как ваше имя? — Ирма Нэш. — Господин Рас сообщил, что вы хорошо обученная тень, но в данное время ни на кого не работаете. Это так? — Да, сиятельная, — глухо подтвердила она из-под капюшона. — Прежде чем мы перейдем к предметному разговору касательно непосредственно вашей личности, прошу ввести меня в курс дела относительно вашей профессии. Я приехала в Теринду недавно, до того жила очень далеко отсюда. Там нет теней, только обычные телохранители. В чем отличие? И что получает тот, кто подписывает договор с тенью? От девушки повеяло недоумением, что даже выбило ее немного из уныния. Тень — это тоже телохранитель, но она следует за хозяином буквально как настоящая тень, та, что от света падает на землю. Неотступна. Куда бы ни пошел и чем бы ни занимался наниматель тень рядом. Ее, может быть, не видно и не слышно, но она близко. Нас учат уходить в подпространство. Это даже не магия, а особые умения, которые очень долго развивают. Тени следуют за хозяевами на балы и званные мероприятия, на деловые встречи и на прогулки. Если нет необходимости скрываться, то просто как телохранители. Но уходят в подпространство в нужный момент. Тени защищают хозяев и могут убить злоумышленника любым доступным средством, хоть шпилькой, хоть туфлей, хоть пуговицей с куртки. — Вы можете мне продемонстрировать уход в подпространство? — заинтересовалась я. — Хотя бы на секунду. Закутанная в плащ фигура в кресле исчезла прямо перед моими глазами. Я даже моргнуть не успела, а её уже нет. А потом также внезапно снова проявилась. — Впечатляет. А как быть в те моменты, если хозяин, допустим, с женщиной? — По желанию. Прикажет ждать за дверью. Тень ждёт, предварительно проверив помещение, напитки и еду. Прикажет незримо присутствовать рядом. Будет рядом. — У вас остались рекомендации от прежних нанимателей. Сколько их у вас было? — Один. — Да, остались. Он расторг со мной договор, но хорошую рекомендацию написал. — Я ведь спасла его, выполнила свой долг. — Вы из-за него пострадали? — Из-за работы, леди. Я всего лишь делала свою работу — защитить хозяина любой ценой. Я свою обязанность исполнила. Он не пострадал. Голос её прозвучал ровно, но эмоционально полыхнуло такой отчаянной болью, печалью и обидой на судьбу, что я даже вздрогнула. Ирма выпростала из-под плаща руку в чёрной кожаной перчатке и протянула мне конверт. Я ознакомилась. Имя нанимателя ни о чём мне не говорила. Лорд какой-то там писал, что Ирма Нэш отработала на него семь лет, служила идеально, является прекрасной тенью, и он готов своим именем и репутацией подтвердить, что она наилучший специалист и профессионал. Что контракт он расторгает по личным причинам, и ни малейшей вины Ирмы Нэш в этом нет. Свой долг она исполнила безупречно и в полном объёме. Ну что ж, я удовлетворена вашими объяснениями и имеющимся рекомендательным письмом. Немного обо мне. Я иностранка. Приехала в Теринду около месяца назад. До того жила в людском королевстве, там же находится моё графство. Здесь мне принадлежит это домовладение, доставшееся в наследство от матери. Мне 17 лет. Я сирота, ни родителей, ни опекунов у меня нет. Отвечаю за себя сама. В мои планы входит освоиться здесь, обжиться и поступить в следующем учебном году в Академию магии. У меня есть дар, но я совсем не обучена. Что ещё? Предполагаю, что захочу объездить все окрестности Тьяры и осмотреть государство дракона в целом. Мне любопытно. Никаким оружием не владею, хотя меня пытались учить. Защитить себя сама в случае нападения не смогу. Максимум умчусь на лошади, если меня с неё не скинут. Позволила я себе лёгкую улыбку. Боюсь, только в последнем случае покалечусь. Физическая подготовка у меня слабая. У вас есть вопросы, Ирма? Пока я говорила, от девушки шло всё более нарастающее изумление. Она, похоже, просто не верила в то, что я ей всё это рассказываю. И когда я замолчала, капюшон качнулся, словно она кивнула головой. Сиятельно. Вы ведь в курсе, что моё лицо обезображено. Раз вас предупредил? Да, я знаю. Вы можете снять капюшон. Я не планирую пугаться или падать в обморок. Она насторожённо замерла, пытаясь понять, издеваюсь я или нет. Но потом рывком сбросила с головы своё укрытие и уставилась требовательно и дерзко. Мол, смотри, ужасайся. Волосы у неё оказались чёрные, густые и коротко постриженные. Длинная чёлка падала на лоб, полностью прикрывая его и частично брови. А вот часть лица, которую чёлка спрятать не могла, действительно сильно пострадала. — Отчего это? — после затянувшейся паузы тихо спросила я, рассмотрев всё, что так искалечила жизнь девушки. На подбородке и нижней части щёк кожа была чистой и гладкой. А вот нос, виски, скулы, зона под глазами и, вероятно, так тщательно прикрытый лоб когда-то были одним сплошным ожогом. Странно, что брови и глаза остались нетронуты. На меня повеяло недоумением. Похоже, она ждала брезгливого отвращения, а не найдя его ни на моём лице, ни в голосе, не могла решить, как себя вести дальше. Готовилась к оскорблению и бегству, а тут непонятно. Кислота. На нечисть в горах напоролись. Медленно, всё ещё не понимая, чего от меня ждать, тем не менее, — ответила она. — Целитель не смог помочь? Или у вас просто не хватило средств на оплату хорошего специалиста? Деликатно, чтобы не оскорбить, но всё же выяснить всё, — спросила я. — Целитель мне спас жизнь. Кишки вернул на место, зашил раны, срастил кости, сделал всё, что можно было, чтобы я не умерла. Но после кислоты вздрыля ничего уже не поможет леди. Это ж нечисть, магическая тварь. Бедная, — выдохнула я. — Как же вам было больно тогда? Про вздрыля я читала в Бестиарии. Редкостная, к счастью, и невероятно опасная дрянь. Чудо, что девушка вообще выжила после столкновения с ним. Ирма сначала вскинулась, но потом устала, опустила плечи, когда поняла, что я жалею её не сейчас, вот такую изуродованную, а говорю о прошлом, когда она действительно страдала от невыносимой боли. — Вам придётся отрастить волосы, Ирма. Я не замужняя девушка. Моя тень даже со спины не должна выглядеть как мужчина, чтобы не давать ни малейшего повода для домыслов и сплетен. Я не хочу их, хотя и не опасаюсь. Также вам потребуется полностью обновить гардероб. Потрёпанная одежда наёмников никуда не годится. Сопровождать меня в ней нельзя. Оружие, полагаю, у вас есть? Что же касается лица, я не стану возражать, если пожелаете надевать вне дома маску или носить иллюзию, чтобы спрятать шрамы? — Это... — ошалела, моргнула она. — То есть, в смысле... Вы готовы меня нанять? Вы согласны? Меня...